вот вы были в правах вот я очень много объездила храмов очень много вы не представляете где только не было но вот господь вот вы знаете или просто вот здесь вместо намоленная здесь молились такие батюшки как это те самые наши вот батюшки отец антони у нас есть отец силуан у нас есть они да да но мы вот первый раз здесь и да вот вчера были получается на вечерней молитве в казанском на службе да и вот да мы почувствовали как-то вот здесь по-особенному как ты здесь очень много храмов вот монастырей вот храмов ну да 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 а вот копчино пустынь это вот самое мне кажется вот такое святое место где всегда ты знаешь что ты придешь сюда тебе всегда помогут и всегда посоветуют вот и ты уйдешь отсюда и у тебя носиться вот легко знаете у меня случилось вот так вот мне сделали одну операцию вторую а вот ну вроде как и прогнозов не было и вот вы знаете мы когда поговорили сатун тихо нам со всем силуаном разговаривали а потом последнее время вот он говорит оксана не надо тебе этого делать говорить не езди туда и вы знаете правда вот я приехала сюда вот этот раз мне сделали узи и сказали что все все хорошо да у вас и вот вы знаете хотите ведь и хотите нет но вас пути есть есть безусловно есть такие чудеса получается на вас он показал стоишь перед иконой и вот такое впечатление как будто она с тобой разговаривает она тебе изнутри вот внутри где-то она дает тебе советы у нас был такой батюшка но сейчас умер леодор вот и узнаете подходить к его фотографии и вот он тебя смотрит и вот взгляд такой живой и вот такое впечатление как будто он тебе говорит что-то он с тобой разговаривает он дает тебе советы понимаете вот даже после смерти остается жизнь именно вот в монастыре понимаете вот он смотрит на тебя с фотографии и ты разговариваешь с ним как живым понимаете я работала здесь больше 20 лет где я только не работала и на подсобном хозяйстве начинала я с фермы потом и на теплицах и на полях ну в общем где я только не работала у меня у самой четверо детей тоже я многодетная но все равно знаете вот была вот неделя самая большая я не выдерживала понимаете вот все равно вот тянет тянет понимаете вот не то что тянет а вот как будто вот я даже это описать не могу внутри понимаете уже чего-то не хватает святое место это святое место поэтому наши батюшки конечно осталось уже очень мало вот самые такие у нас батюшки которые сейчас отец или еще уехал вот его забрал а или он получается периодически приезжает и уже ну а вообще проживает где он в москве себе забрал батюшка вот я когда здесь работала мы частенько с ним разговаривали в келье и вот хотя на мне кажется женщина были исключения поэтому у нас батюшки очень хорошие осталось их мало или старенький наверное или старенький ему уже 98 лет но здравом уме он же ну я видел интервью просто его а недавно по телевизору пока для отца тихона нашего тоже вот он из своей теле и давал интервью я обычно на спас на спасе смотрю вот эти передачи мне очень нравится вот отец тихон наш там тоже выступал сюда очень много приезжают со всех краев вы не представляете откуда вот в этот раз недавно приезжали из карелии представляете к нему мы с чуаши именно к нему приезжают для того даже не то чтобы прямо там для чего-то а именно вот просто чтобы поговорить побеседовать а как вот можно как это вообще сделать вот с кем-то побеседовать вот с кем обычно беседует здесь ну какие-то прозорливые старцы может быть там отец тихон отец тихон я вам посоветую только вот единственное вот у нас остался а так у нас старчук то не осталось вот эти цели уехал а вот здесь у нас а так вот в основном у нас вот и еще очень хороший батюшка я вам сказать отец силу отец силу да вот он сегодня исповедует во владимирском храме там такой седой у него глаза вот вы не представляете вот утонуть можно вот смотришь на него и все больше ничего не нужно и можно вот он может вот посмотреть на тебя и все сказать тебе даже говорить ничего не нужно это седовласый такой да это может мы видели вот такой невысокого ростика такой да ну как он ну полноватенький такой а как вот к ним попадают ну как это происходит вообще это вам нужно вот через кого-то вот я не знаю как вам быть это даже это вам надо с кем-то поговорить вот как договориться вот надо вам отец силу она отец тихом ну хотя просто поговорить может быть ну у всех же какие-то вопросы есть которые и про много чудес на она здесь слышали да за столько лет исцеления бывали исцеления у нас одна женщина приехала у нее были очень сильные приступы телепсии убили припадки и вот когда значит отец или и вёл службу это было вегенском храме отец или вёл службу и вы знаете она упала с коляски и ее трясло так вы не представляете как это было страшно это было что-то страшно все вот у всех кто там был расступились вот но дело в том что как там они молитву она постепенно затихала и вы не писать она вышла на своих ногах из храма она вышла на своих ногах и вот она до сих пор сюда приезжает и благодарит вот это место в котором ей помогли это удивительно чудо это просто это это просто по рассказам а вот если это увидеть своими глазами это просто сказка да это просто по рассказам как бы вроде бы некоторые люди говорят что вы знаете ну такого может и быть может и не быть вы знаете какие то есть сомнения внутри а вот когда это увидишь своими глазами это уже другой разговор много очень много здесь было таких случаев очень много было вот таких целей у нас действительно вот был старец который именно вот вот вы знаете он мог дотронуться рукой просто рукой дотронуться и бывали случаи что люди соцелялись дети в основном дети он очень любит детей у нас отец силуан тот вообще он очень любит детей очень тот прям а я не знаю тот прям по детям умирает а у него постоянно хоть конфетка в кармане но обязательно лежит поэтому он очень любит детей у него постоянно вот он сидит у него постоянно вокруг вот он вокруг в окружении детей он никогда не бывает чтобы вот он сидел один там они могут к нему залезть под рясу что-нибудь там накрыть головой там что-нибудь шебуршаться под рясой а он сидит исповедует поэтому он очень любит детей у нас батюшки очень хорошие не знаю как другим а я другие места ну не мое это а вот хотел еще спросить вот какие вы места вот посоветуйте именно здесь посетить вот введенске правильно мы еще там не были пока там вот мощь мощи мощи да есть ну вообще-то посетить все храмы можно в принципе но когда будете посещать храмы обратите внимание куда вас поведет ваша душа вот вы сейчас зайдете допустим храм в любовь и вот посмотрите по сторонам и спросите себя вот а куда бы вот моя душа меня повела и вот куда душа поведет туда и идите вот вчера также было кстати со мной мне захотелось прямо исповедаться вот там батюшка исповедовал и у меня такое чувство что мне нужно сейчас это сделать и я пошел и исповедовался а еще еще мы этот но в служба закончилась и нам там женщина попросила помочь полы помыть в храме и мы мыли вдвоем но там еще другие это мы вообще первый раз как бы храме полы мыли так но нам был на самом деле приятно очень значит вас это вот господь вас ведет к благому делу это же очень хорошо когда ты в таком месте обязательно обязательно очень хорошо я вот проработала я говорю я здесь 20 лет проработала мы нам раньше зарплату не платили поэтому мы работали во славу Божию а у меня четверо детей было вот вы знаете мы как-то выкручивались и мы никогда не голодали чтобы вот так вот придешь бывало так что я говорю господи приду плачу я говорю господи помоги говорю ну вот так вот тяжело я одна детей воспитывала я говорю господи помоги стану перед иконой плачу смотришь и там и там и там уже все понимаете то то дадут то то дадут вроде бы как знаете то батюшка и Ксения иди ко мне иди ко мне ну ты ж пакет раз какой-нибудь там детям лези поэтому когда молишься всегда как у нас в писании написано проси и дано тебе будет стучитесь и отворят и отворят да поэтому мы вот следуем вот этим заповедям как говорится чтобы не осуждай не всегда конечно это получается бывает что потому что в жизни не бывает все так гладко понимаете это жизнь ну да вот где-то на работе что-то происходит бывает так что просто невзначай не вроде бы не это а невзначай поэтому в жизни бывает все надо молиться поэтому приезжайте мне кажется мы точно придем мы были в сергик посадин недавно бабушка буквально в середине но как-то вот здесь по-другому там как-то продаж очень много всяких сувенир везде какие-то лавки но там как-то она не знаю как как-то по-другому чувствуешь себя у нас же иконы сами делают монахи батюшки у нас очень много иконописцев а вот икона у нас делаются сами ручной работы и вот очень много люди приезжают издалека издалека и покупают иконы именно в этом месте покупают иконы хотя вроде бы в монастыре много и он можно в любом месте купить до иконки вроде бы но вот именно один мужчина сюда приезжал с питера вот именно чтобы купить икону божией матери ручную работу понимаете я вот такую дали ехать чтобы купить икону они особые видимо благодатью обладают вот этими молитвами потому что наши батюшки усердно молятся за нас мы же все-таки мирские как бы мы не хотели по неволе мы сами по неволе мы живем во грехе он вокруг нас как бы мы этого не хотели кругом соблазны кругом все это сейчас эти войны у нас как ванга говорила вот я до сих пор ее слова установлю будут войны будут потопы будут наводнения будут пожары и брат пойдет на брата и вот посмотрите что сейчас происходит так оно и есть наводнения пожары войны вот эти вот все поэтому раньше вот люди были они как бы видели наверное знаете что будет дальше поэтому вот наши батюшки тоже вот у нас вот отец опять же повторюсь отец тихон вот у нас и вы знаете вот когда с ним разговариваешь и вот по нему замечаешь он говорит то что никто не знал понимаете вот он смотрит на человека и он говорит то что я никому не говорил то что понимаете вот никто не знал об этом да есть дар какой-то а вера она должна быть без веры жить нельзя поэтому без вера как жить если ни во что не верить вот у нас сейчас возьмите нашу молодежь допустим да ну во что они верят что они видят по этому телевизору ну что абсолютно абсолютно ничего и ведь многие многие молодежь у нас сейчас они даже не знают кто это что это они крестика не носят а как без креста никак абсолютно в старину было как принято у нас у меня бабушка была верующая вот и у нас когда был пожар в доме у нас сгорело все полностью до тла и первое что она когда прокричала она кинулась в огонь и она прокричала пропади все пропадом пусть горит все и она первую очередь выносила икону понимаете это какая была святыня как люди верили в бога что она ничего ей не нужно было она вот схватила божью матерь у нас большая икона стояла в углу божьей матери старая икона там по моему 16 век был и она схватила эту икону она вот так вот прижала ее к себе и стояла на коленях и и говорила господи забери все только оставь мне святыми вот у нас недавно тоже мы вот погорели у нас горели сараи очень сильно горели потому что у нас там очень много машин было там шиномонтаж у мальчика был а там все таки все эти вот горюче смазочные матери пожалуй ужасно страшный и вот вы знаете это вот опять на моем как из моей жизни история я когда выскочила из дома я не взяла ничего а у меня иконостас как раз выходил вот в этот угол где был самый сильный вот этот пламя самое сильное я схватила первую попавшую всю икону потому что у меня есть у нас так большой у меня очень много икон я схватила самую попавшуюся первую икону я не помню как я выскочила я вообще ничего не помню я стояла молилась и говорю господи мужья мать пусть жарить только не дом потому что идти некуда у меня родственников нет идти некуда я говорю господи и вы знаете после пожара я даже не помню что меня потом скорая забрала я очнулась в больнице я ничего не помню а потом как-то соседка сидели уже неделя прошла это разговаривали все круто я ездила в оптино говорю вот так и так там плохо мне было после пожара я говорю вот так и так и что то мы про икону разговаривали понимаете я вспомнила я вспомнила когда я выскакивала из дома я иконку засунула под порог понимаете я выскочила я говорю Таня у меня иконка там лежит вот я когда ее достала я даже не помню какую иконку я схватила понимаете и я когда выскочила оттуда а это была иверская божья матерь я ее положила под порог и вот вы понимаете вот так дома стояли и у нас дом и вы не представляете все погорело там и машины погорели страшный пожар был а вот именно где вот этот угол где у меня иконостас был вообще ничего не тронуто на первом этаже окна расплавились в соседнем доме а расстояние наверное примерно вот такое все окна повылетели все повылетело понимаете все окна все расплавилось это даже в интернете историю история была это вот а у меня вы представляете даже вот окна не тронуты были ну это чудо а на первом этаже вот у всех окна повылетали расплавились а вот меня господь обошел потому что у меня в этом углу как раз у меня в этом углу иконостас у меня кровать стоит и прямо в этом углу вообще такой поэтому сила конечно огромная огромная сила но если но надо к этому подходить с душой надо в это верить просто понимаете если просто так вот ты подошел к коне там господи поставил свечку там и все и забыл про это не надо в это верить от души просто буду душой к этому подходить если вас ведет господь храм то надо идти как позовут еще ксения все спасибо огромное за история за рассказы очень вдохновляющие было очень интересно послушать